Да вчера с мамой сидели, обсуждали, про какие травы лучше рассказать, потому что такой целый список их. С мамой. Потому что мама у меня гастроэнтеролог, причем советской закалки такой, которая лечила большое количество всяких заболеваний ЖКТ именно травами. И в этом видео я дам вам 4 просто топовые травы, которые растут у нас с вами под ногами, которые продаются в любой аптеке, стоят копейки, но польза от них просто колоссальная. Они обладают восстанавливающими, ранозаживляющими, стимулирующими различными свойствами, что не использовать их, ну я считаю просто преступлением, потому что благодаря им можно обходиться без просто огромного количества каких-то синтетических препаратов. Полевая ромашка. Наша с вами любимая ромашка, которую нужно собрать, высушить, да, цветки, хранить дома и использовать, когда у вас спалит горло, когда у вас ангины, простуда. Его можно полоскать, можно пить. Снимает воспаление, снимает отеки, то есть большое количество различных таких классных у него свойств. Я в этом видео не буду погружаться в их биохимические компоненты, более подробно об этом расскажу у себя в своем телеграм-канале, поэтому обязательно переходите и подписывайтесь, ссылку оставляю в описании под этим видео. Он очень классный антисептик, то есть обеззараживающими, да, то есть у вас заложена ангина, соответственно, что там происходит? Там происходят воспалительные процессы, там развиваются какие-нибудь стриптококковые, стафилококковые инфекции, которая в норме должна у нас присутствовать в определенном количестве, но когда мы начинаем заболевать, она начинает просто сильно разрастаться. Благодаря ромашке мы можем просто вот этот вот воспалительный процесс снимать. Если у вас дома есть уже ромашковый чай или просто сушеная ромашка, то обязательно ставьте лайк этому видео и поехали дальше. Издревле эта трава считалась, как сейчас говорят, суперфудой, да, это можно ее назвать супертравой, потому что по исследованию есть целая глава в книге, ссылку я оставлю в описании под этим видео, где рассказывается и показывается о исследованиях, проведенных по зверобою, и показаны его противовоспалительные, противоопухолевые, стимулирующие, восстанавливающие, рано заживляющие эффекты. То есть там иммуномодулирующие, иммуностимулирующие. То есть представьте, да, что вот эта обычная трава, которая растет везде. И вообще удивительно, да, что наша мать природа дает нам все для того, чтобы мы могли восстанавливаться без всяких лекарственных препаратов. А вот человек просто взял за что-то, самый умный, да, пошел создавать кучу разных синтетических препаратов, думая, что это лучше для его здоровья, для нашего здоровья. Мы с одноклассником, сколько мне лет было, лет 16-17, наверное, 10-11 класс. Купили зверобой в аптеке, мама попросила, идем, и нас останавливает наряд милиции. Они такие вытаскивают, такие глаза загорелись, они думают, что у нас какую-то там травку нашли. Вот такие, что это такое у вас, все там, давайте сейчас мы вас там в отделении, мы стоим, смеем, все ржем. Он открыл, вытащил этот зверобой, начал жевать, начал нюхать, жевать один из полицейских, чтобы понять, что это не марихуана. Крапива, чем она обладает? Желчегонным, антисептическими также свойствами, да, великолепно вкусный суп из молодой крапивы. Просто недавно мы гуляли, с семьей, с детьми гуляем, и кто-то из моих детей, я уже не помню, кто спрашивает, а почему крапива такая колючая? Моя супруга говорит, так потому что она слишком вкусная и слишком полезная. И если бы у нее не было такой вот системы защиты, то ее давным-давно бы все животные уже давным-давно бы истребили. Она настолько мудрая женщина, она все понимает. Крапиву, конечно, здорово собирать молодую по весне, в мае, когда она только начинает расти, и варить крапивный суп и кушать. Крапива это мощнейший коагулянт, то есть он наоборот свертывает кровью, поэтому его используют как кровоостанавливающий. Поэтому если у вас и так слишком густая кровь, то, конечно же, здесь крапива противопоказана. Если у вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы, инфаркты, инсульты, тахикардии, стенокардии, повышенное давление, то, конечно, крапиву здесь нужно либо с осторожностью, либо вообще не принимать и не применять, потому что она, наоборот, еще сильнее сгущает кровь. Если у вас уже есть какие-то проблемы со здоровьем, да, сердечно-сосудистой системой, пищеварительной системой, неважно, на самом деле есть какие-то базовые понятия здоровья, есть очень простые принципы, которые, соблюдение которых приведут, однозначно приведут вас к результату. Об этом и о многом другом я рассказываю на своем бесплатном мастер-классе. Ссылку оставляю в описании под этим видео. Четвертая трава. Вот я хочу прямо здесь сказать, ставьте лайк видео, если вы ее используете в своей жизни, потому что, наверное, каждый вообще использует. Это подорожник. Ты использовал подорожник в своей жизни? Конечно, в детстве. Конечно. Да, что с ним делал? На ранку прикладывал? Пыльный, плевал на него и на ранку. На ранку. И все классно заживало, представляешь? Помимо того, что обладает кровоостанавливающими функциями, свойствами, еще спазмолитическими, то есть снимает спазмы с кишечника, противовоспалительными, антисептическими, то есть тоже такой вот большой спектр, казалось бы, одной травы. И на основе именно экстракта подорожника создан препарат, уже ему очень-очень много лет, под названием плантоглюцид, который используется до сих пор в официальной современной медицине для лечения так называемого гипоацидного гастрита. Что это такое? Это когда у вас пониженная кислотность в желудке. И бонусом я хочу дать вам еще одну траву, мимо которой я не могу пройти. Это таволга, или по-другому его, что он называет, лобазник, обладает жаропонижающими свойствами, и антикоагулянты, то есть мощнейший природный антикоагулянт, то есть разжижает нашу с вами кровь. И содержит в себе те самые салицилаты, которые вот продают в аптеке под названием ацетилсалициловая кислота. И помимо того, что вы их можете найти в поле, прогуляться, подышать в поле, в лесу, и набрать себе такие травки, загуглить, посмотреть, как они выглядят, и пойти пособирать, или спросить у тех, кто знает, вы можете их купить в любой аптеке. То есть они абсолютно доступны и продаются всегда и везде 24 на 7 на круглый год. Еще больше о таких жизненных лайфхаках я рассказываю у себя в Телеграм-канале, поэтому обязательно переходите по ссылке, которую я оставляю в описании, подписывайтесь и получайте удовольствие.